Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А именно задать те актуальные философские подходы или философские методологии, которые на наш взгляд остаются продуктивными сегодня в описании и объяснении многих явлений окружающей действительности и в этом плане могут послужить вам некоторым подспорьем, некоторым инструментом для оформления вашего собственного мышления для того, чтобы использовать эти философские подходы для решения многих собственных проблем И, соответственно, мы будем строить эти занятия по принципу двоек Каждый подход будет презентирован на одном занятии в более теоретическом ключе А на другом занятии более практично То есть сначала вам будут задаваться какие-то понятия, принципы, с которыми работает данная философская стратегия А на второй будут осуществляться совместные породки, разобраться с тем, как это вообще работает На каком материале, в каком языке и в каких, собственно, деталях этот философский подход может срабатывать Поэтому у нас все преподаватели в этом году разбились по тем подходам, которые до них ближе Которые они готовы презентировать с большей ответственностью, чем другие И чтобы не затягивать, собственно, первую лекцию, первый подход Я вкратце представлю еще раз преподавателей, кто будет читать курсы И, соответственно, те подходы, за которые они делись По принципу, кто сидит ближе, с тех я бы начну Дмитрия Майборда в этом году будет представлять два подхода Это идеологическая философия и резистенциальный анализ Что это такое, он вам расскажет более подробно на своих занятиях Вот Ольга Луишева в этом сезоне будет представлять тоже два таких интересных подхода Как психоанализ, ну, скорее, такие философские импликации психоанализа И марксистская философия, ну, опять же, не строго в каноническом ключе Но, я думаю, и смело, и постмарксистские элементы в том числе Саша Савна, которая сегодня у нас начнет этот цикл занятий Будет представлять тоже два основных подхода Как аналитическая философия и структурализм-постструктуализм Наконец, я по-марковски буду представлять два таких направления Как феноменология и герминетика Что это такое, мы, как уже говорил, вам скажем подробнее уже на своих занятиях Еще у нас, возможно, будет одно занятие по постпозитивистской философии Но о нем будет сообщено дополнительно, что называется Вот, если есть какие-то общие вопросы по курсу в целом Или к каждому отдельному преподавателю, можете спросить сейчас И мы не спросим сейчас, а спросить потом на периодике Если вопросов нет, то я бы тогда уже предоставил слово Сами, чтобы он начинал Ну, меня зовут Александр Александрович, как уже говорилось Я сегодня представлю вам термом аналитическая философия И более подробно остановлюсь на ее, на этом, не так сказать, что самым ваш главным представителем Но, наверное, наиболее интересным В рюкзрике Финштейн Более подробно А затем, насколько я помню, следующий перфанд тоже, да, мой То есть я попытаюсь в конце, да, перейти на, так сказать, мостик В хирургическую связь Обозначить аналитической философией и позитивистом Уже со структурированным вопросом, который также я буду предоставлять Вот, то есть это вот мои, так сказать, участки работы Но, вот как Павел отмечал, уже, возможно, не совсем будет у нас строгое, какая-то историческое, хронологическое последовательность Высложение этих разных подходов Главное, показать все разнообразие существующих принципов, методов, способов работы С самыми разными проблемами философскими И показать, что невозможно всю современную философию свести только к одной какой-то доминирующей концепции К подходу, направлению, поскольку их действительно по-прежнему остается достаточно много И каждая из них достаточно репрезентативна Она может представлять огромный класс разработок, идей, направлений, которые сохраняют всю актуальность в нашем деле Хотя, вот, если разговаривать по традиционным, для них, что считать современной философией То, конечно, мы имеем в виду, как правило, 20 век Все-таки, хотя, вот, больше десятилетия живем в 21 веке Но именно в 20 веке, и даже более точно во второй его половине, где-то начиная с середины 20 века Сформировались те учения, которые явились тоже откликом на события, происходящие в то время В основном, это была, конечно, реакция на Первые и Вторые мировые войны И именно вот эти события и подтолкнули, что ли, философов Заставили повернуться, что называется, санкцион к реальности, к реальной жизни А не просто схоластически выстраивать какие-то умазритированные концепции То, чем решила, так сказать, классическая традиция Вот, современная, актуальная философия, она строится как раз на принципе Ну, нельзя сказать, конечно, соответствия реальности Но актуальность понимается именно как возможность приложения Возможность применения философских наработок к реалиям нашей жизни То, что для нас действительно важно, современно и требует решения здесь и сейчас Вот, это и есть вот такой нерв в современности То, что делает современную философию востребованной Хотя, безусловно, не обрывает категорически ее связь с традицией, с классикой Но какая-то преемственность сохраняется И об этом, думаю, каждый из нас скоро будет рассказать Вот, что касается моей сегодняшней темы, первой темы С которой мы предлагаем вам ознакомиться Посредством которой мы предлагаем ознакомиться с современной философией Это аналитическая философия И здесь я сразу хотел бы заострить ваше внимание на таком парадоксальном, что и звучании этой традиции В принципе, если подумать, то любая философия аналитическая Те процедуры мыслительные, которые осуществляет философ Но, в принципе, и каждый из нас, не относящий себя к такому Это, конечно, классический анализ и синтез в их связи То есть мы что-то складываем более сложное на простые составные части А потом конструируем заново образ этого явления, процесса, какого-то феномена То есть анализ и синтез, именно анализ Это тот первый необходимый шаг, который, в общем-то, осуществляет любое рациональное воздействие человека Пожалуй, здесь можно сделать акцент именно на рациональности Аналитика, аналитическая традиция Расходит, можно вести отчет с античности С скептиков, с дойков, с диалогов, клаплона и аналитики Аристотеля, собственно говоря Вот как раз Аристотель, и, пожалуй, впервые в европейской традиции Четко расставил приоритеты и обозначил самую суть той мыслительной деятельности Того поля, в котором работает философ и ученый, конечно же Аналитика – это строгая процедура мыслительной какой-то проработки какого-либо материала по определенным правилам То есть мы должны не просто брать первый попавшийся какой-то предмет, который нас интересовал Произведет наше внимание, но должны обосновать, почему мы к нему обратились Мы должны подвергнуть его анализу как раз, выявляя все возможные нюансы и те вещи, которые, на первый взгляд, не видны, не очевидны для нас Эти процедуры, которые необходимо совершить для того, чтобы придать мышлению определенную стокость То есть это единственное минимальное требование, которое после Аристотеля уже согласно ему следовать все остальные мыслители Можно сказать, что именно после Аристотеля и его научной установки или установки на научность В том числе и применительных философии Была задана вот эта рационалистическая традиция И, кстати, ее можно противопоставить платонитему Традиции, ведущие сначала от Платона и от Сократа, если верите Те идеи, которые он приблизительно сократует Сократические понимания Платона То есть, как началось вот это противостояние интуитивно-мистического, скажем так, более иррационального подхода Предлагавшегося Платоном И даже оформившегося, соответственно, в виде полухудожественных диалогов Своебрасных пьес философских И строгий такой рационалистический подход Аристотеля После этого вот вся остальная традиция Строилась как раз вот в противоборской части Конкуренции между этими подходами И даже там вот в советской версии Достаточно контовой, но все-таки что-то же схватывающей Это вылилось в догматизм, в догматическую установку Газматическое клише «Рьба с идеализмом» На самом деле, если мы обратимся к разным направлениям В разные стилистские эпохи То мы действительно найдем конкуренцию Эти основных подходов Скажем, в средние века это будет Спорт, скаластов и... Пардон, номиналистов и реалистов В более поздние периоды, скажем, националисты И эмпирики также вели дебаты Поскольку не сходились, в принципе, На каких-то основополагающих базовых утверждениях И, собственно, вот эта конкуренция Противоборства тех или иных воззрений Оно и продолжается во времени Оно и дошло до наших дней И, конечно же, нельзя говорить о Каком-то плюралистическом универсуме В философском космосе Где различные учения Приходили к какому-то единому выводу Конечно же, до этого далеко Это, видимо, и в этом просто нет смысла Поскольку самые разные подходы Занимаются с разными проблемами И приходят к совершенно разным духам То есть это такое пространство Адгона, если можно так выразиться То есть противоборства Конкуренции Самых разных диалог и подходов И аналитическая философия является Если уже как раз в точном терминологическом смысле Понимать это направление Она является именно одним из многих подходов Которые актуальны и в наше время В 21 веке Собственно, что включается Традиционно В понятии аналитической философии Это, как правило, англо-американская традиция Противопоставляющая себя Контиментальной И европейской классической традиции Сформировавшаяся Где-то около 20-х Принято датировать этим десятилетиям 20-е годы 20-го века Пережившая расцвет В следующие несколько десятилетий И к середине, в общем-то, 20-го века Ну, нельзя сказать, что исчерпавшая себя Но каких-то радикальных новых подходов Новых идей уже не предлагалось И, в общем-то, на сегодняшний день Аналитическая философия Представлена, скорее, ее поздними Такими модификациями Пост-позитивизм Философия науки Электрическое и логическое Версии Философии Которые Прежде всего, конечно, Привязаны к научному знанию То есть Основной посыл Если вот совсем уже Какое-то Ядро Концептуально Учленять В этом учении В этом направлении То, в общем-то Такой тезис, мне кажется, Будет Правомерен Позитивизм И, как одна из его разновидностей Аналитическая философия Стремились Свести философию Привести философию К такому виду Когда ее можно было бы Абсолютно По всем основаниям Считать научным знанием Все остальные версии Философии Трактовок Философского знания Позитивистами И аналитиками Они Ну, не сказать, что По отбрасывались Но Они Считались Недостаточными Они Считались Наследием Метафизики А Сама метафизика Оценивалась Скорее Как Нечто Негативное Как То, что Уводит нас От Достоверного Точного Знания И Они Обращают Нас Каким-то Увоззрительным Совершенно Спекулятивным Абстрактным Понятием В принципе Не поддающимся Программ А это Как раз Требование Эмпирического И теоретического Обоснования Это Есть Научное Первый Шаг К Научному Опознанию Все Остальное Конечно Это Что-то Среднее Между Литературой Поэзией И И Собственно Много Достаточно Много Философских Традиций Которые Не отрицают Своей связи Их Мы Также Увидим И В других Подходах Философских В Экзистенциализме Такая связь Наблюдается И Экзистенциалисты Успешно Реализовывают Себя Литературно То есть Философия Даже может считаться Вполне Правометно Есть Такая Дочка Зрения Таким Особым видом Литературного Письма Но Позитивисты Стремились Как раз Философию Примлизить Идеалов Строгого Объективного научного Знания Все остальные версии Философии Их не устраивают Так Кого Можно Прочислить К основным Представителям Наверное Я запрошу Вам Их имена Это Это Собственно Самый Виттенштейн Или Виттенштейн Сейчас Виттенштейн Виттенштейн Происхождение Пять раз В Ну и достаточно там море нашли, достаточно много представителей собственного позитивизма. Но вот, кстати, можно обратить внимание, что это особое направление, которое претендовало, прежде всего, на поиск тех критерий, тех инструментов, что работает с мышлением, которые позволили, если не объективировать его, то сделало достаточно очевидно. Прояснить те основные понятия, те основные категории, которые традиционно складывались в классической философии, но, по тем иным причинам, оказались характеристически пересмотрены в современное, в то время, в начале 20-го века. Возможно, как раз было связано искусство-травильный контекст с Первой мировой войной, что как раз проявилось в особенностях именно в творчестве, в индивидуале Клинштейна, поскольку он лично вылевал, прошел все эти ужасы, прям как и в военной жизни, и даже вот мировоззренческий кризис, который он пережил, он связан уже как раз с его фронтовым. Ну, не знаю, наверное, я уже буду, собственно, как раз к Клинштейну обращаться. А, ну, еще вот такой тезис, если действительно попытаться найти нечто общее, что объединяет всех этих мыслителей, то это, прежде всего, внимание к языку. К языку, как инструмент нашего мышления, нашего сознания, прежде всего мышления, конечно. Вот, речь здесь не идет, ни в коем случае, о бессознательном. Вот, речь тут именно о осмысленном, проясненном, рефлексивном процессе осмысления чего угодно. То, что, конечно же, сквозь на рационалистической традиции. Акцент на осознанности нашей деятельности, стремление к точному, логически обоснованному знанию. Вот, эта рационалистическая традиция, она оказалась основой треугольных камер, например, в аналитической философии. Почему язык привлекает, прежде всего, внимание аналитиков? Потому, что как раз к началу XX века уже, в общем-то, сформировалось представление о том, что именно с помощью языка и в языке складывается наше мышление. Оно там реализуется. Если это не просто нечто внешнее, тот же самый инструмент, который мы освоили в раннем возрасте, в раннем детстве и успешно пользуемся их в течение последующей жизни. Язык – это, скорее, особая среда нашего существования. И вне языка мы не можем осознавать себя, мы не можем осмысливать самые разные явления окружающей действительности. Раз так, то, собственно, один из сильных таких тезис, предложенный как раз Литтенштейном, язык и определяет границы нашего существования, нашего мира. Мы проявляем себя в языке и через язык. Ну и, с другой стороны, конечно, проблема языка и адекватного, правильного использования языка, она, конечно же, актуальна для науки. Поскольку без точного, продуманного, обоснованного, категориально оформленного языкового инструментария, и такая обычная деятельность, конечно, невозможна. Поэтому можно сказать, что именно аналитическая философия, нельзя сказать, что впервые в истории философии на европейской традиции обратилась к проблеме языка. Это было характерно и для тех же античных мыслителей. Но, во всяком случае, назрела проблема того, как с помощью языка и его использования в нашей повседневной жизни, так и в какой-то специфической практике, назрела проблема, как помыслить роль языка, как обратить его в более удобную, практически значенную форму, и использовать, действительно, уже инструмент в качестве инструмента научного познания, в том числе и в рамках философии. А вот это, пожалуй, было новаторским решением для западной философской традиции. Ну и, если уже совсем уж к нашему времени мы хотим намечать веки и движениях, то постпозитивизм, он продолжает эти идеи, как раз обозначает свое присутствие в поле философского мышления, в философской традиции, именно как лингвистическое направление. То есть есть логический позитивизм, лингвистический позитивизм, и вот постпозитивизм. Также сосредотачивает свое внимание на проблемах использования языка. Причем, речь может идти о совершенно прикладных каких-то разработках, скажем, уклон, может быть, уклонствован к кибернетику, как это было модно с 60-х годов, 20-го века. А сегодня это разработки проблем искусственного интеллекта и построения, осмысления проблемы, взаимодействия человека, пользователя с этим искусственным интеллектом, с искусственным разумом. Может ли, можно ли найти общий язык для человека и машины? Нам могут взять непонятник, или та иллюзия, что мы успешно взаимодействуем с техникой, позволяет нам просто пребывать в другую уверенность, что это всего лишь инструмент, который, опять же, служит человеку. Но, на самом деле, проблема более сложная, чем она представляется на первый взгляд, потому что технологии выстраивают наш истинный мир таким образом, что мы сами становимся подобны по многим машинам, и наше сознание включается в режим функционирования по многим подобным об этом искусственному интеллекту. Но это отдельная тема. Она имеет достаточно прикладной характер, лишь как одна из действий развития аналитической философии, в том числе на площади технологии искусственного интеллекта. Что касается, собственно, Бегенштейна, почему именно эта фигура наиболее интересна для современной философии, во многом парадоксальные его работы, его высказывания, его мысли, они, конечно, могут поразить своей дубиной, своей какой-то там мистической, во многом даже мистическим откровением, при том, что, повторюсь, это традиция рационалистическая. Тем не менее, парадокса здесь нет, поскольку Бегенштейн достаточно четко разделял то, что поддаются осмыслению, то, что требует нашего внимания и рационального объяснения. И та сфера, та часть нашего опыта, нашей жизни, которая не поддаётся этим усилиям, ускользает от нас, и это, возможно, как раз наиболее значимая и наиболее важная часть нашей жизни. То есть всё, что относится, скажем, к критике, эстетике, психологии, вот это до сих пор с большими всё-таки натяжками можно причислить к точным, и с позитивистской точки зрения строгим наукам. Поскольку вот эта гуманитарная сфера, она, конечно, остаётся, она сопротивляется, что ли, усилиям тех же самых точных наук, окончательно формализовать, скажем, сферу нашего повседневного обыда. Но интересно то, что как раз позитивисты, представители аналитической традиции, они пытались это сделать, пытались перенести законы и принципы, по которым выстраиваются знания в точных науках, в естественных науках, перенести на гуманитарную науку. Поначалу это вызывало даже своеобразную эйфорию, и как раз вот про внутреннюю Вильгенштейну, в которой он продолжает идти и Рассова, и Фредди. Главным образом это дневники 2014-2016 годов, но это всего лишь наброски, которые он затем развит, продолжен, и чётко оформил уже в виде логко-философского трактата. Вот здесь как раз очень чётко присутствует такой позитивистский посыл найти основания для возможности построения логической системы, которая бы, ну нельзя сказать, что объясняла бы всё и всё охватывала, но делала бы достаточно прозрачными для нас, достаточно прояснёнными основы нашего мышления, понимания нами самих себя и окружающего мира. Это, конечно же, главная проблема всего философского знания, всей философии. И вот Вильгенштейн, когда замахивается вот на такую задачу, исследует такую цель, он, конечно, отдаёт себе отчёт, что во многом это может быть утопией, и тем не менее не отказывается от такой попытки и строит свой трактат, как набор таких тезисов в чётко систематизированной, системно представленной форме, где он развивает как раз идеи Фреге, предлагая свою собственную трактовку. И я просто вам зарисую обстанавливать место, чтобы было более ясно соотношение между основными концептами, понятиями, с которыми он работает. Есть в знаменитой триутольне Фреге, и Вильгенштейн, продолжая, беря его за основу, выстраивать такое соотношение между именами, значениями, которые им предписываются, и объектами, которые они предписывают. То есть с именами и значениями более-менее понятно, а вот объекты имеются в виду не конкретные какие-то явления материальные, не фрагменты физической действительности. Это скорее, возможно, можно провести аналогию с платоновскими идеями. Это нечто, лежащее в основе, как раз, скорее всего, это логическая форма, которая лежит в основе наших представлений о реальности, и вот такие формы, они, в общем-то, остаются неизменными. Явления в текущей действительности меняются, происходит смена времен года до суточного цикла, люди приходят и уходят, вещи там также постоянно пребывают в изменении. За что вам можно ухватиться в таком случае, что может служить для нас основным неизменным и объективным принципом, который бы позволял нам объяснить, что происходит вокруг. Эйнштейн выделяет эти объекты, которые, конечно же, следует воспринимать скорее как некий факт. Факт из области научного знания. То есть это достоверное, проверенное, подтвержденное знание, на которое мы уже можем опереться и, исходя из него, устраивать дальнейшие последователи наших рассуждений. Тут нужно сделать поправку. Факт, этот объект, он всегда помещен в определенный контекст, он всегда имеет место в определенной ситуации, проявляет себя в определенной ситуации. И Эйнштейн называет это положением дел, определенным положением дел, которые, как некая логическая форма, эмпицитно присутствуют в языке, оно не всегда может быть ясно, о чем это выражено. И задача тогда, следователя, аналитика, философа, исследителя, задача прояснить вот эти основания путем работы с языком. Эйнштейн предлагает такую своеобразную терапию, что ли, да, языковую терапию, поскольку в естественном языке мы имеем дело с многозначными выражениями, на них мы не можем опереться в полной мере. И в науке предлагается свой собственный язык, разрабатывается свой язык, который достаточно формализован. В идеале, это должны быть формальные выражения присущей логике и математике. В этом плане Эйнштейн продолжает как раз, да, универсалитическую традицию поисков вот такого универсального языка, можно обнаружить и в работах Эйнштейн, и Пакта, и все эти институты и рационные миссии. И также были озадачены проблемы, как создать такой универсальный, точный язык, который бы позволял безошибочно делать на принтерянные выводы, осуществлять рассуждения о чем-либо и даже если будет возможно свести все возможные мыслительные процедуры, мыслительные операции каким-то четким формальным ходом. А как это делается в логике? В этом плане Эйнштейн, конечно, вписывается очень четко в эту традицию, он обидит свои задачи, как и другие, в общем-то, представители данной традиции аналитической философии. Самые сложные, обращаясь к самым сложным выражениям, которые мы используем в естественном языке, мы всегда можем свести их к элементарным, так называемым атомарным языковым фактом, элементарным предложением, другую версию, протокольным предложением. То есть буквально это может быть какое-то утверждение А есть В. Это классическая форма утверждения, которая лишена какой-то двусмысленности, позволяет нам совершенно точно описать некое аналогичное положение дел, и только сведя все многообразие каких-то последующих аналогических ходов именно к этому исходному или итоговому выводу, мы можем уже сказать, что да, наша цель достигнута. Вот это и есть именно такая форма наших выражений, это то, что нам нужно. Понятно, что в таком случае мы полностью покидаем сферу естественного языка, разговорного языка и оказываемся в сфере искусственно формализованного языка, где лучшие, конечно, инструменты получения нового знания – это логические процедуры, это математические какие-то выкладки, полная формализация. и здесь мы попадаем в такую дилемму. Да, это приводит нас к точному знанию, это позволяет нам решить самые разные проблемы, но мы оказываемся в сфере науки, только науки и ничего более. Вся остальная жизнь оказывается за границами вот этого более научного поиска. И Питтенштейн достаточно четко проводит эту границу. Да, вот в сфере науки мы можем делать точные какие-то рассуждения, однозначные высказывания осуществлять. А во всех остальных случаях мы попадаем в такую сферу неопределенности, недосказанности, двусмысленности. И здесь, конечно, он такой радикальный вывод делает. Об этом, если что-то невозможно точно сформулировать свою мысль, то лучше вообще не пытаться это делать. Или там вот его знаменитый тезис, то, о чем невозможно говорить, а там следует молчать. Вот, то есть это действительно граница, к которой он не решается перейти. И Лоркош-Лассовский трактат в этом смысле является такой вот утопией, действительно утопией создания все объедущие модели мироснания, но, тем не менее, по законам не самого мироснания, а научного понимания. То есть это самый настоящий позитивизм. Честно, как раз позитивист к этому и стремится. Моя концепция не соответствует действительности, то тем хуже это действительности. В принципе, это последний, что позитивисты на скринги выдал. И вот такая своеобразная языковая терапия, что ли, это такое мышление, которое предлагает Эльгенштейн, и которую разделяли, в общем-то, в техниках вариаций от всех остальных представителей аналитического подхода, вот она, это была сразу такая четкая остановка приоритетов. Мы работаем только в сфере языка. Это специфический формализованный язык, в идеале биология и математика, естественные науки, и физика же тоже, она в своей формулировке стремится по ситуации точность. Все остальное, конечно, и гуманитарные науки, и тем более естественный язык, со стороны повседневного опыта, это нечто проблемное, неоднозначное, где мы не можем снести точностью или должностью и делать какие-то заключения. Поэтому мы должны продолжать от этого отказаться. Но случилось так, что как раз, вроде бы, Рассел написал такое позитивное введение к публикации двойко-философского трактата, но подчеркивал там ценности лишь логических выкладов Беттгенштейна, и как бы совершенно оставил вне своего внимания этические императивы, выводы, которые склонялся Беттгенштейн, а вот подчеркивал именно этическую составляющую, то есть вот этот выбор между точными знаниями и неопределенностью нашей последневной жизни, это как раз такой моральный, своеобразный моральный выбор, выбор, который делают ученые и философы, сколько он может стремиться стать настоящим человеком. Вот. Эта проблема, предусловно, такая моральная, этическая, и она была очень важна для Рейдгенштейна, когда он не нашел взаимопонимание, не то, что там со стороны коллег, но и своего учителя, с другой стороны Рассела, он, конечно, испытал, что было короче рвание, и вообще на 8 лет вообще забросил философию, но затем, когда преодолел мировоззенческий кризис, определился к тем же идеям уже с несколько других позиций. И следующее крупное произведение, которое, в общем-то, и определило поздний этап его творчества, это философские исследования. Здесь уже мы видим совсем другого Рейдгенштейна, совсем другие его установки. Он уже как раз пытается отойти от этого утопического волнового, технического стремления оставаться только в рамках логики. Скорее, его интересует тот жизненный мир, который не схватывается точными науками, не отображается в научных знаниях, а остается, ну, может быть, даже неверболизуемым, интуитивно, лишь интуитивно проясненным для нас. Вот все то недосказанное и не воплощаемое с помощью научных инструментов, инструментов научного познания, все это как раз и привлекает пристальное внимание Рейдгенштейна на этом периоде, на этом этапе его жизни. И здесь он предлагает уже новые понятия – языковые игры. Языковые игры как особая форма коммуникации, реализуемая только в определенных конкретных ситуациях, связанные с использованием слов, выражений языковых в определенном контексте и, в общем-то, имеющих смысл как раз в той же важной контексте. Ну вот, кстати, когда как раз на первом еще и на философском трактате Рейдгенштейн обращался к классическим философским вопросам, то он их оценивал как, ну не заблуждение, конечно, но как некие бессмысленные выражения, скажем, вопрос о смысле жизни, имеет ли наша жизнь смысл. Это не научный вопрос, это вопрос, который задается каждый из нас, он относится в сфере повседневного опыта, а потому является прерогативой нашего личного выбора. Каждый из нас решает этот вопрос по-своему, мы никогда не найдем общих оснований, чтобы прийти к одному и единственному заключению. А значит, это та область, где невозможны какие-то категорические сужения. То есть, понятно, это не наука, это скорее этика, психология, религия. А значит, это было неинтересно для Рейдгенштейна времена только философского трактата. И наоборот. Теперь это становится ему интересно вдвойне. И уже в философских исследованиях он подчеркивает значимость именно многообразия, многообразия самых разных форм языковых игр, как тех всевозможных ситуаций, в которых мы оказываемся каждый день. То есть, если какие-то примеры приводить, например, разговор по телефону, поездка в общественном транспорте, игра в шахматы, то есть самые разные формы нашей практики, воплощаемые в язык хелия с помощью языка, в таких коммуникативных ситуациях, вот это и есть все многообразие языковых игр. Если попытаться понять, что же их объединяет, на первый взгляд, кажется, ничего не объединяет, но есть общее родовое свойство, такое качество, которое позволяет им, собственно, обозначить именно так языковые игры, это семейное сходство. Семейное сходство указывает на возможность сопоставления самых разных игр, между которыми он может быть не видел ничего общего. Ну, действительно, что может быть общего между посещением врача и чтением внутренней кассеты. Вроде бы ничего, но за исключение того, что мы используем языки. Тем не менее, возможно сопоставить, сравнить эти формы нашего опыта, нашей языковой деятельности и показать значимости того и другого. То есть нельзя сказать, что научные исследования это хорошо, это важно и это должно всячески приветствоваться, а вот разговор о бабушке на лапочке у подъезда это что-то пустой трек, который вообще ничего не значит. Многие важные вещи решаются как раз таким способом. И это действительно может быть очень значимо для нас в нашей повседневной жизни. А вот как раз сфера науки это лишь одна из возможных сфер нашей самореализации, одна из сфер культуры. То есть понятно, что наша жизнь не может ограничиваться в рамках не только науки или какой-то другой области деятельности. А раз так, то следует культивировать как раз многообразие языковых игр, подчеркиваю их уникальность, своеобразие, самобытность. То ли каждая из таких форм ни в коем случае не отдавая приоритет какой-либо из них. Если мы это сделаем, приоритеты будут расставлены, то тогда возникнет соблазн выстраивание как раз вот такой жесткой системы управления повседневными практиками, которые ни к чему хорошему не приведут. Еще одно важное понятие – форма жизни. Форма жизни как раз реализует себя в игре. Языковая игра не проявляется как определенная форма жизни. И тут можно даже увидеть отголоски, следы взеяния как раз тоже модных, например, философии жизни, Ницше, Шпендера. Как раз вот языковая практика, языковые игры как форма жизни – это попытка Витменштрейна, попытка его реакции на… попытка среагировать на те актуальные идеи, которые были даже, можно сказать, модными в то время, прилавляясь в его работе. Эти идеи принимают простоеобразный характер. И, конечно, в этом, условно, заслуга Витменштрейна, то, что делает игровую философию интересной и самовынной. Важны также различия в анализе языковых игр как форма жизни, различия, которые проводил Витменштрейн между поверхностной, как он это описал, и глубинной грамматиками. Что это такое? Это как раз те правила, которым мы подчиняемся, вступая в другую языковую игру, оказываясь в пространстве языковой игры. Тут, кстати, да, еще одна перекличка с Йоханом Филдингой. Также его знаменитая работа Хома Люденс «Человек играющий». Чувствуется общность тем, заинтересованность в этой проблематике. языковые игры как раз тот случай воплощения человека играющего. Можно сказать, есть семейное свойство, родство самых, казалось бы, разных учений философских, разных направлений. Грамматика, как называл это Эйнштейн, правила игры, которым мы подчиняемся, они могут быть четко формализованы, предъявлены, обозначены, как-то зафиксированы таким образом, чтобы каждый, любой желающий, мог, ознакомившись с ними, поддерживать, продолжать эту игру. Достигательное понимание, правильное использовательное выражение, эффективно выстраивать свою деятельность и так далее и так далее. То, что применимо в одной языковой игре, то совершенно может не подходить к другой. Если мы в диалоге с близкими друзьями начнем использовать казенный язык, который уместен лишь на официальном приеме, то понятно, что это вызовет лишь недоумение. Правила, из-за кого игры, будут нарушены. Точно так же, общаясь с кондуктором, общаясь в транспорте, мы не можем вести себя как пациенты. Это вызовет неадекватную реакцию. Поэтому то, что мы сейчас назвали коммуникативной ситуацией, подразумевает знание правил коммуникации в данном конкретном случае, сценарий, возможно, сценарий наших действий и четкое исследование. Это, так сказать, поверхностная грамматика. Те правила, которые предъявляются, эксплуатируются и выражены в четкой форме в явном виде. Помимо этого есть еще и скрытая глубинная грамматика. То есть та форма, в которой облекается практика, наша деятельность, порой даже помимо нашей воли, сила традиции, привычки, заискивая из другой традиции, гамитус, то есть укорененность в этом повседневном опыте буквально заставляет нас следовать поступать именно так, а не иначе. И порой совершить то или иное действие, мы потом задумываемся, почему мы так поступили. Потому что сами обстоятельства подтолкнули нас к этому. И это может быть даже слом изменения каких-то уже сложившихся правил. Отступление от канонических требований, уместных только в данной игре. Игра меняется, меняются правила. И меняются наши действия в этой изменившейся ситуации. Соответственно, нужно уметь выявить взаимосвязь между традиционной формой, этой явной поверхностной грамматикой и ее глубинными основаниями, которые могут быть невидными, непредъятными в полном виде. В процессе заявления этой связи и как раз можно добиться того, что Виттенштейн и считал самой важной частью деятельности мыслителя, философа, обосновать возможность сохранения в рамках сложившихся традиций всего многообразия языковых игр, а с другой стороны, показать возможность их изменения, показать возможность развития. Даже тех форм, которые, считаю, стали незыгрыми, устойчивыми, уже предельно четко оформленными, сложившимися раками, казалось бы раз и навсегда. Как видите, проблематика уже совсем не та, что была характерна для раннего Виттенштейна. Это уже действительно некая философия жизни получается. И тем не менее, именно вот эти идеи позднего Виттенштейна, они и считаются наиболее важными, поскольку здесь становится очевидной, главная такая установка Виттенштейна, а именно, вообще, зачем нужна философия? Что собой представляет философия? Если так вкратце резюмировать, то выходит, что философия по Виттенштейну это не теория, это не какая-то абстрактно-озрительная концепция, а это вид практики, это вид деятельности, связанной с языком и посвященной анализу языка, его прояснению, уточнению, конкретизации. Причем, вот такое понимание было характерно и на раннего Виттенштейна. Только если на раннем этапе его творчества это воплощалось в четких позитивистских установках, ориентации науки, математику, научной науки, то на позднем этапе прояснения правил языковых игр, ради успешного взаимодействия в них. Это также можно расценивать, рассматривать, как такую установку на работу с языком, прояснение правил. Это, в общем-то, та же самая задача, которую он видел в начале своей творческой жизни. Тут еще можно подчеркнуть, правда, я вот не упомянул тоже такое важное понятие, и инвестические сообщества, и языковые сообщества, которые организуются вокруг тех или иных практик, вокруг самых разных языковых игр, которые, собственно, и предлагают правила игры. Что это значит? Это значит, что правила не носят абсолютный характер, они конвенциональны, недостаточно условны и могут изменяться по желанию игроков, тех, кто вступает в поле взаимодействия с другими людьми. То есть, в зависимости от тех целей, тех задач, которые мы добиваемся, которые перед собой ставим, мы можем изменять правила игры и где-то подстраиваться под них, а где-то менять их под свои потребности. Что опять-таки указывает на эту гибкость, на подвижность, на изменчивость, не застывность, не застывность вот этих форм жизни, а именно их динамент, их процессуальность. И вот именно такое видение, видение возможностей анализа повседневных практик, повседневной жизни, оно и было востребовано темнейшим, продолжено уже затем в постмодернистских версиях философии. В частности, мы уже в работе, ну, ключевой, одной из лучших работ для постмодернистов, в работе Жанна-Франсуала Леотара, — Господи, название я как раз и забыл. — Состояние постмодерна. — Вот, состояние постмодерна, да. Понятие языковой игры, Эйнштейновская, оно играть очень важную роль. Это действительно одно из ключевых понятий, поскольку именно множество языковых игр, их разнообразие и невозможно свести их к какому-то общему основанию, это и является, скажем, для Леотара свидетельством того, что прошла эпоха мета-нарации, глобальных каких-то концепций, истории, мифов. И теперь начинается другая форма совершенно. Одна из версий, одна из возможностей, где идеи Эйнштейна были продолжены весьма успешно. Другое направление — это, конечно, развитие позитивистских идей, это преломление и завершение в каком-то смысле таких как раз сценкистных установок в постпозитивизме. Отчасти была попытка реанимировать, достаточно оптимистично предлагались проекты по реализации таких позитивистских установок в версии структурализма. В структурализме я считаю, что структурализм — это, безусловно, продолжение позитивизма, поскольку структуралисты также рассматривали необходимость изучения, выявления и анализа только каких-то объективных структур, не нашего субъективного опыта, это нечто мимолетное изменчивое, за него нельзя положиться и опереться, а вот то, что мы можем выявить, обозначить и изучить — это некие структуры, которые обнаруживаются буквально по всему. В обществе, в культуре, в нашей речи, в нашей деятельности, даже в нашем сознании, в сфере бессознательного, оно также структурировано, скажем, как язык, а кто язык, а кто язык, а кто язык с работой, строится. Вот такой пафос позитивистский в структурализме, он очень отчетливо присутствует, и в этом плане структуралисты, они подхватили и продолжили, скажем, раннюю идею. Но потом вообще вся история западной философии — это период как раз таких надежд и разочарования, выдвижения каких-то идей и их критика последующая. Были структуралисты, добились каких-то определенных успехов, а потом пришли постструктуралисты и подвергли их решительной критике, наставив камня на камне. В этом плане уже идеи позднего Виттенштейна, многообразие языковых игр как раз были реализованы весьма исследовательным бедителем в курсе структурализма. Работа Леонтара — яркий пример. Таким образом, наследие Виттенштейна и аналитическая традиция сохраняют свое влияние. Они были продолжены и получили определенное развитие на последующих этапах истории философии. И можно говорить, что Виттенштейн лично и вся аналитическая традиция заняла определенную нишу, заняла свое место. И это место, мне кажется, достаточно почетное. Мы должны внимательно изучать работы мыслителей этого направления. И предполагать именно такой текст, не произвольное его толкование, а именно буквальное понимание, в общем-то, не каждого слова. Курлезное выявление всех смыслов, которые заложены и об этом научатся. Это и есть позитивное знание, которое мы можем отчеркнуть из философии, на которое следует ориентироваться, в первую очередь, с точки зрения позитивистов или аналитиков. Ну а потом уже, конечно, пришли другие люди с новыми идеями, с новыми намерениями. И уже другие версии философского знания были предложены. О них расскажут уже мои коллеги. А я на этом, пожалуй, завершу свое выступление и готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Нет вопросов? Пожалуйста. Проблема по мыслим в ролике языка. А я сейчас просто скажу, когда и какого позитивиста? На эту тему можно даже сравнить логическую и лингвистическую версии позитивизма. И там, и там подчеркивалась значимость языка. Но логики, естественно, отстаивали позицию логического анализа, необходимости применения именно логического анализа. В том плане, что каждое наше высказывание может быть формализовано в традиционной форме предикат и умозаключения, которые делаются исходя из каких-то основ, из исходных предпосылок. Так или иначе, они должны подчиняться, должны следовать определенным правилам. Эти правила четко предъявляются. На этой основе делаются аксиомы какие-то. Часть подтверждений – это некие аксиомы. Из них могут выводиться дальнейшие суждения. И те выводы, на которые мы приходим, они могут быть подтверждены, могут быть проверены. То есть это то знание, которое верифицируемое. Кстати, тоже важное понятие, предложенное именно позитивистами. Верификация. То есть возможность подтверждения тех или иных положений, обоснования полученного знания – это та процедура, которая обязательно присутствует в науке. В обыденной жизни верификацию наше знание может не подвергаться, разве что сама практика будет подсказывать, верно это знание или не верно. Роль языка здесь как раз проявляется в том, что это скорее инструмент. Инструмент выражения наших мыслей, оформления их определенным образом. И язык должен быть абсолютно прозрачен. Чтобы наши выводы могли быть вот предельно четко монетизированы, предельно схематично оформлены. Буквально в виде вот таких атомарных рассказов, несказанных положений. И все многообразие суждений, в принципе, может быть к ним все верно. В лингвистической версии позитивизма – это как раз Витгенштейновские поздние работы. Это вся работа с языком, во всем его многообразие. Все множество языковых идей, которые только существуют. Это забота уже, в общем-то, современной лингвистики. Лингвистики разговорной речи, лингвистики, естественно, языка. Если бы не работали Витгенштейны, то, конечно, неизвестно, сколько времени понадобилось бы еще, чтобы показать значимость, актуальность и важность именно для науки исследования повседневной речевой практики. Так что вся большая часть лингвистики и семилотики, версии, которая именно в прагматике относится – это работа с языком, анализ повседневных речевых практик и всего их многообразия. А поскольку это действительно огромное, неисчерпаемое поле исследований, то можно сказать достаточно уверенно, что это есть перспектива развития современной науки о языке, исследования повседневной речевой практики. Я хочу уточнить в рамках этой концепции границы языка. То есть, что к нему сводится? Какие-то любые символы или исключительно какая-то алфавит или еще? Ну, например, на скальном рисунке это язык? А вот здесь нужно, конечно, понимать ситуацию, как это создавалось. То есть, по определенным правилам, с определенной целью, зачем древний человек этим занимался, не просто интерпретировать смысл общения, а реконструировать саму ситуацию, вот эту сверхзадачу. Только в этом случае мы действительно можем понять смысл этой языковой игры, а создать те правила, чтобы она настроена. Но да, условно, это можно использовать в языковой игре. В принципе, это настолько многозначное понятие, что оно включает любые знаковые системы. Да, то есть, там начинают на скале живописи, наканчивая, не знаю, в составлении гермария. Все буквально, да. Потому что любая наша деятельность носит в той или иной степени осмысленный характер. Значит, мы можем реконструировать, создать какое-то исходное намерение, коммуникативное намерение, как сейчас сказали. Да, вот, кстати, вот тоже влияние идеи Виттенштейна на теорию коммуникации, на теорию речевых актов. То есть, это тоже вот отдельные такие ниточки там, которые вытягиваются из общих положений Виттенштейна и продолжают уже свое развитие. Как конкретные, прикладные, скажем, лингвистические исследования. Или философии, языка, сложность, например, традиции. Ну, вот теория Остина и Серга, теория речевых актов. Как раз их газослуха в чем, что они описывают язык и анализируют язык именно как дети. То есть, это не только инструмент, способ выражения наших мыслей или передачи информации, а это и способ изменения ситуации. То есть, непосредственно влияние на ситуацию, с помощью так называемых перформативных высказываний, мы осуществляем речевые действия. Даже есть устойчивое выражение речевые действия. Как изменять вещи с помощью слов. А вот все эти выражения есть в философии языка. Это и есть развитие ароматической традиции. Это пример экоформативов. Ну, сколько угодно. Объявляют вас мужем и женой. В ЗАГСе. И вот это высказывание, это и закрепляет уже в этой ситуации, да, определенное состояние. Двух врачующих. Объявляют заседание открытым. Символическое перерезание ленты и запуск процесса, пожалуйста. Это речевые действия. То есть, высказывания, которые меняют саму ситуацию и наши отношения к ней. Причем, в ходе самого говорения, перформатив, да. То есть, непосредственно реализация процесса, да, высказывания наших намерений и наших интенсов. И это само действие. Вот еще раз. Семейно-осходственные языковые ситуации. В том, что они возникают в языке и функционируют через язык? В разных языках. Скажем так, даже еще точнее, уже семиотической. В разных знаковых системах. Потому что это может быть не только естественный язык, разговорный язык, а составление гербария, да, экибан. Тоже существуют определенные правила, в которых составляют звуки, если мы хотим передать какое-то сообщение. Есть такой язык цветов. Правда, язык, конечно, условный. Скорее, это набор правил. Определенных правил, которые мы исследуем, чтобы достичь целого понимания. И практически в каждой ситуации, вот таким действием, есть вот такой набор правил. Своя драматика. Которую нужно понимать, чтобы успешно взаимодействовать. А каким образом гербария позволяет достичь компонентов? Ну, просто... Скорее, гербария. Каким образом? Ну, что именно? То есть, это позволяет мне подзнастеливать то, что я в следующих вопросах ботаники? Или что? Ну, я не специалист по этой гербарии. Но, видимо, там, в рамках этой традиции, там же есть свои тонкости. Что, скажем, мы хотим сообщить, да, составляют букеты именно таким образом. А вот это символическое значение цветов, оно же вообще значимое. То есть, когда в букет составляется определенный образ, зависит определенное количество цветов, определенных видов? Да, определенных видов. То есть, это основа? Конечно, это основа. Я рада понимать, что, если есть моральная, внешняя такая, была еще какая-то задача создания вот этого идеального инструмента, то в этом позднем периоде, ну, кроме констатации многообразия и несхватываемости, тоже была задача, именно расшифровка этого коммуникативного мнения. То есть, как бы, тоже незаконностный какой-то инструмент, чтобы уметь прочитать сообщения вот этой игры в этой ситуации? Ну, скорее, он показывает, что нет такого универсального инструмента, вот нет такой языковой отнышки, которую мы применяли всегда, даже вот в схожих ситуациях. Потому что ситуации меняются, могут меняться празила, и мы должны это учитывать. То есть, как раз вот роль позднего Эйнштейна, что он говорит, нет, этот уже универсальный язык или использование языка всегда в одном и том же виде, в разных ситуациях, оно невозможно. Нужно всегда учитывать контекст, изменить ситуации, смену правил игры, там, традиций, привлечений, в разных ситуациях, если мы это не учение говорим. То есть, такая полная облащённая ситуация, и констатация, что философ, в принципе, с ним не сделает, это как ничего не важно. Он показывает значимость каждой этой ситуации. Её уникальность, её неповторимость, поэтому её область значимость исключена. У меня дошло вопросов много, вопрос-то ещё биопартическое занятие. Да. Мы увидели у вас будет практика, где вы сможете какие-то вопросы задать. Я, может быть, даже попрошу вас, если сейчас подумал, подготовьте примеры каких-то языковых игр, каких-то ситуаций, которые, ну, показались вам интересными, озадачили вас, возможно, где вам понадобилось, где вы ощутили себя, что называется, не в своей тарелке, в тарелке соседа. Вот. То есть, как, что произошло, да, так как вы поняли необходимость изменения этой ситуации, выхода из неё, вы были обречены в ней оставаться, что вы сделаете, или нет? Игра только, которую вы сами пережили, или... Ну, да, да. Забыли пробить талончик. И тут подходит френд-контроль. Ага, иначе вопрос. Чтобы как-то теоретическую часть закончится, задавая вопрос очень любопытно, как вы сказали... Прекрасно. Закончим коронирование. Есть фильм. Витт Генштейн. Да, рекомендуется. Фильм Витт Генштейн. А, еще всего, Дерри Джарнен. Спасибо. Витт Генштейн.